Сегодня мы поговорим о таком приборе, как шашлычница. Для каждого хозяина, конечно, шашлык это знакомое, этот прибор позволяет шашлык готовить прямо на столе. То есть не надо выходить на улицу, там где в данный момент может быть плохая погода, зима или метель, или это дождь. То есть он может дома, установив этот прибор, или в кухне, или прямо на столе, где гости будут кушать. Этот прибор позволяет одновременно готовить шашлык на пяти шампурах. Благодаря подставочкам, в которые входят шампура, сок, который стекает во время жарки, он не выпачкивает некую поверхность, весь сок остается в этих чашечках. Шашлык готовится равномерно. Единственный, конечно, недостаток, что не будет столько дымка. Но очень много других плюсов. Шашлык всегда прожарится равномерно, весь полностью, что очень сложно уследить, когда сам готовишь. Эта шашлычница позволит вам приготовить очень быстро, в отличие от костра. Костер надо разжечь, да, его надо подготовить для начала. Здесь у вас все уже готово. Вот этот ваш мангал, который не требует дров, не требует угля, буквально электричество, и вы готовите шашлык. Причем это может быть очень красиво, когда вы это установите на стол. У вас гости сидят, кушают одну партию шашлыка, а вторая готовится, вращается, и запах готовки шашлыка, он есть, конечно же. И я думаю, гости оценят это, и вы в том числе. Данный аппарат, он немного потребляет электроэнергии, он потребляет тысячу ватт. То есть тысячу ватт для времени 15-20 минут, это очень мало. Почему? Потому что это за час. То есть если вы этим аппаратом будете готовить 5 раз шашлык, вы намотаете всего лишь 1 кг. Это очень мало. То есть экономия, любые погодные условия позволяют готовить вам шашлык. Вы его можете готовить при гостях прямо на столе, не обязательно на кухне. И еще большой плюс, вы можете не отвлекаться от общения с гостями. Он сам вращается, не надо за ним стоять, следить. Буквально достаточно подойти через 15-20 минут и посмотреть, до той или степени он прожарился, до которой вы хотели. То есть с корочкой, которая будет темная очень или светлая. Я думаю, каждый, и хозяйка, и хозяин любят колбасу. Многие ее не употребляют по той причине, что в магазине колбаса имеет красители, она имеет консерванты. Такую колбасу страшно доводить. Ну и, конечно же, мясо, которое там используют, оно явно идет 3-го, 4-го, 5-го уровня, но никак не высшего сорта. Поэтому это решение может вам помочь ветчинница, которая позволяет что делать? Приготовить домашнюю колбасу, приготовить ветчину из хорошего мяса, с теми специями, которые вы хотите. И, получив эту ветчину и колбасу, вы можете ее смело давать ребенку. Ребенок может взять в школу этот тормозок и скушать, и вы не будете переживать. Вы будете уверены, что вы положили ингредиенты те, которые ваш ребенок может съесть, и ему плохо точно не будет. Приготовление очень просто. Достаточно буквально взять мясо, нарезать его кусочками, или это сделать фарш, если вы хотите сделать колбасу. Рецепты для приготовления всего есть в комплекте, то есть со всеми ветчинницами. Ветчинницу вы взяли, прочитали рецепт, все ингредиенты по рецепту вложили в нее, установили верхнюю крышку, зафиксировали ее пружинами. Пружины давят это мясо, то, что вы там, или ингредиенты, которые у него положили, не обязательно это мясо сжимает. Поэтому у вас получится все спрессованное. Ну, еще, конечно, понадобится кастрюля, или духовка, или аэрогриль, или мультиварка. Куда мы эту ветчинницу опустим, и там она будет, ветчина, вариться. Приготовление довольно быстрое, около часа занимает времени, ее варка там, да, примерно час. После того, как вы ее сварили, вам достаточно достать, поставить, она остыла, не вытягивая ничего. Поставили в холодильник, в холодильнике постояла ночь, и с утра вы уже можете нарезать вкуснейшую домашнюю ветчину, или колбасу. Что, конечно же, о магазинам сказать невозможно. Хотя они умеют делать вкусно, благодаря усилителям вкуса. Консерванты позволяют, конечно, хранить колбасу в магазине очень долго. Ну, это же, конечно же, вредно для организма. То есть, колбаса может быть не только вкусной, но еще и полезной. Продолжение следует...